Добрый вечер, 21.03 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Осень, время перемен. Ну и понедельник тоже время перемен. Мы немножко меняем формат нашего понедельничного вещания, но что остается? Что остается, это то, что мы продолжаем сотрудничать с крупными изданиями. И сегодня у нас в гостях журнал «Арт-Хроника». Мы приветствуем главного редактора этого журнала, Марию Рогулёву. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер. И архитектора, художника и критика Кирилла Аса. Добрый вечер, Кирилл. И один из последних номеров журнала «Арт-Хроника» называется «Новая Москва. Культурная стройка». Москва как культурная стройка. Вы знаете, просто даже опыт простой жизни в городе в течение последнего месяца убеждает в том, что количество различных культурных мероприятий, того, что связано с современным искусством, выставок, вернисажей, оно растет. Растет. Так же, как и растет количество тех мест, где все это происходит, так называемые арт-кластеры. Так что вот, глядя на этот заголовок, «Москва. Культурная стройка», так или иначе, вспоминаешь название моего любимого фильма Тома Тыквера «Да слябен и сайны Бауштели». «Жизнь — это стройка», «Москва — это постоянная стройка», в том числе стройка некого культурного ландшафта, появление некой среды. Вот сегодня мы хотели бы поговорить об этой среде. И вы знаете, с чего я хотел бы начать наш разговор? Вот то, что очень, так сказать, сильно и поэтично написано в этом журнале, это некое освоение пространства промзон. Потому что, конечно, Москва в огромной части своей территории является большим индустриальным объектом. Уже скорее сегодня постиндустриальным, по мере того, как, собственно, производство, все мировое производство выводится в Китай, а в частности из Москвы производство тоже выводится в другие части страны и мира. У нас появляются огромные такие постиндустриальные пустыри, часть из которых очень интересно осваивается. И вот, собственно, о вот этих вот промзонах и хотелось поговорить. Кирилл, вот у вас такое эссе здесь достаточно поэтичное. Для вас существует некая поэзия промзон, поэзия вот этих индустриальных пространств в Москве? Ну, я, собственно, об этом писал, да. Это руины исчезнувшего мира, да, которым есть след чьей-то деятельности, которую мы даже не всегда можем достаточно убедительно расшифровать. И, как любые руины, они напоминают на монашей собственной недолговечности, и поэтому возбуждают меланхолию и приятные или средние приятности чувства. И таким образом привлекают. Мария, а у вас, собственно, у критика, куратора, какие чувства вызывают индустриальные пространства? Ну, мне кажется, у нас прекрасный дуэт с Кириллом, потому что он поэт, а я, скорее, практик в данном случае. Вот, и меня интересует, конечно, в первую очередь практика именно современного искусства, даже в большей степени, чем в данном случае архитектурный аспект этой проблемы, градостроительный. Для меня интересна эта тема тем, извините, что именно с вот этих вот арт-кластеров, созданных усилиями частных девелоперов, частных инвесторов, у нас, собственно, начался вот этот, не побоюсь этого слова, уже, наконец, массовый, уже, наконец, на государственном уровне интерес к современному искусству. Вот, то есть, что уж там говорить, вот, Дмитрий Медведев, он тогда, по-моему, президентом даже еще был, впервые посетил, по-моему... Был такой политик в истории России, да. Был такой, да, эпизод, так сказать. Он посетил Винзавод, а не ГЦСИ, да, не государственный музей современного, не государственный центр современного искусства, не какую другую государственную институцию. Насколько я знаю, чиновники, политики такого ранга у нас, по-моему, не посещали вот в этот вот отчетный период. Поэтому у нас, вот, у России в данном случае абсолютно свой путь, такая, можно сказать, инверсия произошла, да. Началось все именно с частных девелоперов, и теперь это как бы возвращается в руки государства. Я имею в виду дело развития современного искусства. И, как сказал Сергей Капков, вот наша, так сказать, надежда креативного класса в Москве, что опыт, накопленный там на Винзаводе, на Artplay, будет использоваться и при создании уже государственных таких арт-центров, например, Деказил, который вот сейчас вот начинает развиваться. Поэтому мне вот эта тема с этой стороны любопытна очень. Ну да, как, собственно, при помощи сначала частных инвесторов и затем государства стали осваиваться вот эти бывшие индустриальные пространства. Ну, вот вы говорите, что мы идем каким-то своим путем. Но Москва не идет ли, вот, не знаю, с задержкой, может быть, в несколько десятилетий, тем же путем, что крупнейшие центры индустриального мира прошли. Лондон, Нью-Йорк, собственно. То, что в Лондоне электростанция стала Tate Modern Museum. Ну, безусловно, да. В Нью-Йорке Сохо вот эти все. Это вне сомнения, конечно. И там тоже, конечно, начинался с частного. И понятно, что и Уитни музей, музей Гугенхайм — это частные музеи изначально. Да, то есть все понятно. И, конечно, мы просто отстаем стадиально, безусловно. У нас наблюдался такой очевидный перекос. Так же, как, например, у нас частные галереи в 90-е годы, в 2000-е брали на себя функции музеев современного искусства, которых не существовало тогда полноценных. А сейчас весь этот разговор по поводу закрытия галерей, на самом деле это разговор о том, что акцент, наконец, смещается в более здоровую сторону, начинают появляться настоящие музейные институции, а галереи начинают заниматься скорее рынком и продажами. То же самое и здесь. Винозавод и другие подобные арт-кластеры не должны на себя брать все, как говорится, это особое место, а существуют и другие места. Наконец, они появляются. Я Кирилла хочу все-таки спросить насчет индустриальной эстетики. Она вообще есть в Москве? Вот это вот такая постиндустриальная ностальгия, вот эта эстетика этих больших пространств, как мы знаем по фильмам из каких-то антиутопий. Ну, может быть, как архитектор вы знаете, что вот люди как-то пытаются обустраивать. Фактически, конечно, она есть. Тут есть маленький такой момент, который мы как-то пропустили, что в тех же Штатах, допустим, сначала вот эти мелкие фабрики, разбросанные в городской черте, стали заниматься просто художниками, поскольку это была самая дешевая аренда. И за счет этого это становились... Сначала возникали вот эти микроскопические подвижки, просто за счет частного интереса не девелоперов, которые уже большая компания, а частного интереса людей, которые этим занимаются и которые не могут себе позволить там красивые студии там где-то, могут взять никому не нужный уже недействующий завод, его использовать по своей цели. В Москве таких маленьких заводов очень микроскопическое количество. Они вымерли еще там в социалистическую эпоху. Или они превратились, опять же, в какие-то офисы, какие-то бессмысленные вещи. Когда появился большой девелопер, стал брать там тот же Винзавод, или до этого еще арт-плей появился первый там на фронте. Там были предприняты попытки конвертировать эту эстетику и эти территории, которые непонятно, что с ними делать, которые либо превратить сначала во что-то нарядное, потом продать или перестроить, либо превратить как Винзавод в такой центр художественный, который будет сам себя поддерживать за счет продаж того же искусства в этих же галереях и так далее. И эта история стала превращаться в то, что она превратилась теперь. Но это было не частным интересом. Вот частный интерес, это были галерейные дела. До этого частный интерес возникал в качестве самозахватов еще в начале 90-х. Там Петлюра, там какие-то... Да, сквоты знаменитые. Сквоты там Пушкинская и так далее. В Питере это все... На хитровке, по-моему, тоже были. Да, вот эти все штуки, да. Они вот могли стать, как бы, могли бы быть первым вот этим жестом, но, конечно, в 90-е годы это никого вообще не интересовало. И все это разогнали к чертовой матери. И все кончилось тем, что был такой... Просело все немножечко. Галереи там где-то расселись уже как коммерческие заведения. И потом возник уже девелопер как девелопер, который стал... Насколько я помню историю про Винзавод, то там как-то не было возможности это все снести и построить офисный центр, да. И владелец решил, что а ну-ка, под влиянием Коля, кажется, Палаченко, да, что давайте попробуем что-нибудь такое там устроить. А вдруг? Ну и оно выстрелило внезапно, да. Потом пошло, покатилась уже эта история. Ну а вот как оно выстрелило? Вообще эти проекты, они хоть в какой-то степени окупаются? Винзавод, флакон, красный октябрь. Это имиджевые такие вещи для девелоперов? Или на современном искусстве что-то может... Ну вот, кстати, это интересно. Я просто сижу и думаю ровно о том же, потому что красный октябрь там это еще под вопросом, там неизвестно, что будет все время грозяться там все это. Выгнать всех. Там будто хочет это по уму использовать, да, рассказать. Не очень имиджево получается, прямо скажем. Вот, но что касается винзавода, я вот тоже думаю, а кто, вот хорошо, ну галереи там, скажем, если даже они съедут, а кто на их место придет? Там, в принципе, такое довольно, извините, довольно депрессивное место, да, с точки зрения именно города, инфраструктуры. Место он не развил, потому что все говорят, что вот как эти арт-кластеры развивают места, но, вы знаете, как бы пешком даже туда ходить не хочется. На машине как-то спокойнее на Сарамятническую ехать. Они говорят уж про арт-плей, который еще дальше туда, хотя бы там, но там хотя бы какие-то нарядные есть. Ну там редакции, там разные. Там нарядные, просто самая простая, то нарядные в каком-то смысле там больше интересного. А нет, это я вроде на армии редакции. На армии, да. На арт-плей там тоже есть какие-то другие дела, да. Там школа, там британская, там машина. Ну да, так вот скажите мне, эти все проекты, они в результате просто такая частная благотворительность, такой частный энтузиазм, который поддерживает все эти замечательные места. Ну когда речь идет об имиджевом проекте, вообще очень трудно в каком-то денежном эквиваленте отдачу измерить на самом деле. Так никто и не знает, кто... Я вот, например, простой юзер, я и не знаю, кто, собственно, свой имидж улучшает поддержкой там арт-плей или флакона. Вот именно что, да. Или газголь, да. Это сомнительный имиджевый проект, потому что неизвестно, кто бенефициар этого имиджа, да. В результате это... На самом деле, я подозреваю, что это приносит какой-то доход. Может быть, не такой, какой бы это могло приносить, но хотя бы в перспективе окупает затраты вообще на возведение всей этой истории. Ну, возможно, да. Но одним искусством тут не обойдешься. Эту инфраструктуру надо, конечно, развивать, безусловно. Ну, там очень много арендаторов таких смежных. Всякие дизайнерские бюро, магазины сантехники, например, плитки и так далее. То есть это прорастает. То есть, может быть, вот это вот. Хорошо, но вот вы начали с того, что действительно сейчас эту историю изначально развивали частные инвесторы, и сейчас приходит государство. Чтобы вот выжить вот этим вот большим арт-кластером, нам что, необходимо государственное вмешательство? Без государства здесь никак? Ну, я бы тут такой вопрос подняла, как та самая навигация внутри города культурная и включение этих разрозненных центров в единые программы. Тут не только навигация, тут масса разных программ, в том числе и требующих государственного финансирования. Насколько я знаю, сейчас эти частные все места включаются в какую-то единую программу. Это сейчас начинается точно. А вопрос был какой, что нужно для этого? Ну, чьи нужны должны до этого быть деньги? Кто это будет поддерживать? Вот это все там, я не знаю. Ну, понятно, правительство Москвы проводит ночь музеев. Ну, это же должно на постоянной основе поддерживаться? Ну, вообще искусство должно поддерживаться на постоянной основе государством, безусловно. И должна быть, безусловно, внятная программа в этом отношении. Внятная политика государственная, то, о чем большевики долго-долго говорили. Сейчас вроде бы как-то какие-то позитивные, мне кажется, вещи есть в этом направлении. Там тот же Общественный совет при Министерстве культуры, который как-то бурнейшую деятельность развил, хотя там люди как-то по-разному реагировали на него, кто скептически, кто с надеждой. Но сейчас как-то там обсуждения идут, и связанные в том числе и с бюджетными средствами, как они расходуются. Так что я надеюсь, сейчас ситуация, в принципе, выглядит совсем иначе, чем там года три назад, тем более пять лет назад. И, конечно, искусство нужно поддерживать. Что касается частных инвесторов, которые вкладывают в искусство, их тоже, безусловно, надо поощрять разными способами. Тут, может быть, я не главный специалист по этим делам. Но разнообразные льготы для людей, которые вкладывают в культуру, безусловно, должны быть. Это совершенно очевидно. Ну, в Москве же, как я понимаю, совершенно уникальную роль сейчас играет, так сказать, добрый гений Сергей Капков. Да, Сергей Капков, конечно, безумно обаятельный человек. Просто под его обаяния сразу подпадаешь моментально, потому что он производит впечатление такого абсолютно своего парня для таких людей, как я и мои коллеги. То есть впечатление такое, что мы говорим с ним на одном языке. Это очень приятно. Кроме того, он виртуозно умеет осуществлять фандрайзинг. То есть он очень правильным образом работает с нашими богатыми меценатами, которые готовы вкладывать в искусство. То есть у него такой вот пул меценатов вокруг него складывается. Это он делает очень хорошо, безусловно. Кирилл, вот ваше... Все-таки я хочу вернуться к вопросу города, к вопросу понятия осмысления города как некого такого большого арт-пространства. Не только вот эти кластеры, о которых мы еще позднее поговорим, об этих промзонах. Вам интересны, вот как архитектору, я не знаю, там люди, которые пытаются понять город как некое полотно, на котором пишут граффити, вот эти всякие вещи, которые делаются. Или там, я не знаю, паркур городской, руферы разные. Ну, я бы назвал это скорее декоративным искусством, по большому счету. И то, и другое, и третье. Мне кажется, что тут есть один такой перескок, который мы упускаем из виду, что кто потребитель этого искусства, кто пользователь этих кластеров, этих винзаводов, я не говорю про граффити, но вот этих заведений. Кто туда ходит? То есть мы говорим про какую страту, вот этот условный креативный класс, которого никто не видел. Я его не знаю. Вы его не видите, потому что вы внутри находитесь. На болотную выходил. Если мы говорим про ребят из интернета, которые шутят шутки там на Дети.ру, то это совсем другая история. Это какие-то очень маленькие такие группировочки. Мне кажется, что просто мы, значит, когда мы говорим про искусство, которое поддерживается государством, это вообще одна совершенно политическая история. Это большие проекты, это там привоз больших художников, это АС плюс Ф, там вот такого масштаба дела. Мега-выставки там в Манеже и так далее. Только задача поддерживать разные проекты. Окей. Не только такие. Я понимаю, нет. Я просто пытаюсь понять вообще вот... Кто потребитель. Акторов, да. Вот акторов. В данном случае потребитель — это бюрократическая система, которая считает, что для ее красоты нужно, чтобы было это. Вот. И тогда она, значит, подтягивает тех же самых спонсоров и устраивает вот какие-то такие знатные истории, которые раньше устраивала Даша Жукова в гараже, да, а теперь это, значит, государство пытается тоже перехватить инициативу. Очень хорошо, прекрасно. Значит, следующий актор — это частные коллекционеры, там, начиная с Art4Ru и дальше к галереям, там, тем, семь, пятым и десятым. У них, как мы предполагаем, у них есть некий свой коммерческий интерес в приобретении искусства на ранней стадии, потом раскрутки художников, продажи этого искусства. О, нет, я сразу могу сказать, что это миф. Это миф не работает. Это миф не работает вообще. Значит, они просто любят это занятие, крутиться с этой тусовкой, и вообще им приятно иметь отношение к художественной деятельности, они и с ней имеют дело. И потом, значит, никто, в результате получается, что никто этого не покупает, никто этого, в общем-то, все любят только посмотреть, потрогать и убежать. Да, и в результате... И последняя страта — это вот условный, вот этот креативный класс, и мы оказываемся вот в такой маленькой щелочке на большом круге пирога московских жителей, которые в основном, ну, как бы в гробу все это видали. Да, и когда мы говорим про большие проекты, там, значит, поддержка кластеров А, Б, С, Д, там, строительство Мега, вот сегодня мы вспоминали про набережную, которая там будет идти от парка Корикова куда-то к Пушкинскому музею и так далее и тому подобное по рекам, по рекам и каналам там города Москвы, я не совсем уверен, что мы окажемся поняты не только мы, но и авторы этих проектов, да, или вот эта вот движущая, условно говоря, сила, да, что она будет понята основной массой публики, да, которая выходит из метро, смотрит на сталинские высотки и говорит, ух ты, какая штука. Ну, понимаете, я не знаю, Кирилл, мне кажется, что здесь вопрос, что первично, курица или яйцо, предложение или спрос. Мне кажется, что при достаточно сильно поддержанном предложении спрос, он может быть, появится, пускай сначала не такой, я не знаю, глубокий, отрефлектированный спрос. Ну, вот люди сейчас приходят на винзавод сфотографироваться там, посмотреть, оглядеться, ну и пускай. Зайдут в одну галерею, зайдут в магазин Фаланстер, может, книжку какую прикупят, вот, а не приобщаться к этой вот к новому публичному пространству, городской среде, не так ли? Ну, вы знаете, я тоже считаю, что, во-первых, я не люблю слово снобизм, я хотела сначала сказать, что снобизм здесь неуместен, в отношении, так сказать, всех окружающих, да, которые не входят в наш непосредственный круг общения. В принципе, я абсолютно с вами согласна, я просто даже по нашему журналу знаю, насколько, на самом деле, у людей интерес к этому большой, у людей совершенно девственных в плане там художественного образования и так далее. Он действительно есть. Это прекрасно. Он существует, да? Вот, поэтому я бы вот от них не отворачивалась, на самом деле, от них просто губительно отворачиваться нельзя. Я даже не пытаюсь отворачиваться, я пытаюсь просто понять масштаб аудитории, да, ухватить его. Одни и те же физиономии, да, везде в результате видишь. Вот хочется новых лиц, да? Ну, не совсем. Ну, это где, смотри, на круглом столе, там, в числе карбюзье, конечно, вот одни и те же лица. Кстати, там как раз были незнакомые лица, видимо, новое подросло поколение. Вы знаете, вот я скажу, например, зависит от того, от презентации, так сказать, хочется вступиться за широкие слои городского населения. Вот я был с огромным удовольствием сходил на выставку, которую вы уже упоминали, я с плюс F в Манеже. Вот. Не скажу, что там, я был в будний день, мы там со студентами с нашими ходили, не скажу, что все ломилось, но люди совершенно разные шли. И, честно вам скажу, я хочу нашим слушателям порекомендовать, она будет до 15-го числа происходить, эта выставка проходить. Очень интересная вещь. Вы знаете, в том числе, потому что полностью вот сейчас открылось все пространство Манежа, которое там обычно занято какими-то ярмарками меда и выставками достижениями отечественной шинной промышленности. Вот. Сейчас открылись вот эти вот новые реставрированные фермы, которые наверху, гигантское пространство воздушное, и в нем стоят три небольших таких арт-объекта, павильона, в которых показывают кино. Кино про современную цивилизацию в ее трех ипостасях. Некий исламский ад, ну, такой исламского терроризма. Не исламский ад, извините. Такого исламского терроризма. Да, да, да. Поосторожней, поосторожней. Не оскорбляй. Нет, ну я действительно этого не имел в виду. Оскорбляя, так сказать, господи, не оскорбляя. Сбила я вас. Да, сбила. Имей в виду, что ад показан там в форме некого исламского терроризма. Чистилище в виде огромного вот этого транзитного пространства современного аэропорта и рая в виде такого образа острого потребления. Вот. Это все будет происходить еще неделю, так что обязательно сходите. И там огромные категории льготников. Туда многие просто бесплатно даже могут попасть. Манежи. Вот. Сделали такую рекламу. Давайте сейчас уйдем на небольшой перерыв, после чего продолжим разговор о месте современного искусства в пространстве большого города. Добрый вечер снова. Мы программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Наши гости сегодня журнал «Арт-Хроника», его главный редактор Мария Рогулева и архитектор и художник Кирилл Ас. Говорим мы о Москве как культурной стройке, новые арт-кластеры, новые зоны так называемой джентрификации, где старые заводы были преобразованы в некие пространства современного искусства. Я хочу спросить наших слушателей, «А готовы ли вы ходить на современное искусство? Понятно ли вам современное искусство?» То есть готовы ли вы стратить свой выходной на поход, там, не знаю, на винзавод, на завод «Флакон», посмотреть там проект «Платформа», еще что-то. Телефон наш 651099,6, код Москвы 495. Готовы ли вы ходить на современное искусство? Готовы ли вы ходить в современные арт-кластеры?» Вот продолжает эту тему, которую поднял Кирилл Ас. А вообще, Мария, окупается ли современное искусство? Оно продается? Вот я понимаю, что был какой-то всплеск, поддержанный западными инвесторами, да, вот конца 80-х, начала 90-х, это перестроечный. А что сейчас? Это вы про российское, я так понимаю, говорите. Да, 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 про российское. Ну, грубо говоря, про то, что выставляется в галереях наших. Вот я прихожу на винзавод, я вижу там, какие галереи. А я их не спрашиваю, они что-то продают, эти галереи? Ну, я бы сказала даже сначала про мировое, наверное, искусство в целом. Вот до 2008 года были очень популярны разнообразные арт-индексы, которые могли бы инвестору потенциальному наглядно показать, что он получит, если он купит вот это за такие-то деньги, там, и подождет полгода. Вот. Но тут сразу надо сказать, что после 2008 года вот тема этих индексов, она как-то увяла, так же, как и, в принципе, тема инвестиций в искусство, искусство как финансового инструмента. Потому что, как минимум, можно сказать, что искусство – это, безусловно, долгосрочные, очень долгосрочные инвестиции. То есть, там, ваши внуки могут, вероятно, как-то, так сказать, отбить то, что вы вложили в свою коллекцию. Ну, конечно, при благоприятном раскладе вы можете, конечно, тоже заработать на этом, но, конечно, искусство не стоит воспринимать именно таким образом. Вот эти вот перекупщики, которые покупали, например, там, китайцев на аукционах, и потом не распаковывали, везли там на следующий аукцион куда-то там в Гонконг и продавали дороже. Вот это, конечно, это часть вот этого бабла, да, вот этого пузыря, который надулся в эти годы. Жирные двухтысячные, так сказать. Он лопнул с кризисом? Вот. Ну, я не могу сказать, что прямо-таки он лопнул, потому что, если посмотреть цифры аукционных продаж, которые я вам сейчас точно не процитирую, то там у них, в принципе, все красиво достаточно выглядит, в мире в целом. Вот. Если говорить про... Да, ну, просто люди уже скорее делают ставку на как бы эмоциональные скорее инвестиции, на то, что это страсть, к искусству скорее у коллекционера, чем такой интерес инвестора. Вот. Если говорить про ситуацию в России, то, конечно, люди, которые занимаются современным искусством здесь, и которых тут там некоторые художники считают какими-то отъявленными капиталистами, которые на них бешеные деньги зарабатывают, конечно, это не так. Это тоже меценатство, фактически. То есть, наверное, при хорошем раскладе они в ноль могут выйти в каких-то ситуациях, да. Но, в принципе, они все равно инвестируют в это, и не только деньги, но и свое время, и свою жизнь. Вот. Поэтому это не бизнес, конечно. Искусство — это не бизнес. А кто вообще коммерчески успешно современных российских художников? Ну, я понимаю, что там Виноградов и Дубоссарский. Ну, вот вы назвали АЭС плюс Ф, это такие у нас успешные художники. Их покупали в России, АЭСовцев, или их, прежде всего, на Западе покупали? Ой, ну мне так трудно сказать, я не знаю, пул их коллекционеров, там, где их больше покупают. Можно сказать, что у нас есть галереи, например, XL, да, которая рассчитывала изначально даже, наверное, ну, может быть, не изначально, но в процессе работы они переориентировались скорее на западных коллекционеров, потому что XL — одна из немногих галерей, которая ездила на ярмарки, на крупнейшие международные ярмарки типа Фриза. Вот. И, соответственно, художники пул XL, да, они хорошо идут у западных коллекционеров, безусловно, потому что их уже показывали много. Еще раз я напомню наш вопрос. 65 10 99 6, телефон студийный. А готовы ли вы ходить на современное искусство? Понятно ли вам современное искусство, которое вот выставляется в этих новых хардкластерах типа винзавода, флакона, гаража и так далее? Ну вот. Так что, кроме, так сказать, виноградово-дубоссарского S+, F и больше и назвать некого? Да нет, ну, можно назвать, а, так сказать, мы хотим просто понять, какого рода искусство хорошо продается, какая цель этого вопроса. Вот тут интересно тоже, потому что, когда мы говорим о том, что у нас какие-то проблемы там существуют у арт-масковой, у нашей ярмарки, да, речь идет постоянно о вот этом мифическом нашем среднем классе, который, или там верхней части среднего класса, который никак не дорастет до приобретения искусства. потому что на одних, так сказать, олигархах, простите за выражение, конечно, рынок не выстроишь, да, многие купили уже все, что они хотели купить, на самом деле, это так, да, коллекции... Это запросы другие, конечно, за счет. Да, вот, поэтому тут интересно, наверное, посмотреть на галереи, которые стараются работать именно для таких людей, для вот этого продвинутого среднего класса, молодых коллекционеров, такая галерея, например, это Paperworks, который сейчас как раз с рензавода уехал, и пока нигде не открылось снова, вот, там много всяких молодых художников, там, например, Читак, не знаю, считается он еще молодым художником. Меня моложе, по-моему. Понятно. 65, 10, 99, и 6. Готовы ли выходить, понимать современное искусство? Павел на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Павел. Павел. Дело в том, что я сам архитектор, да, и у меня своя компания, которая этим занимается. Мы часто, в общем, ведем беседы по поводу современного искусства, то, что сейчас происходит, и очень часто складывается такое ощущение, что у простых людей, даже у моих родителей, у близких, которые не так связаны с этим, очень часто сейчас связаны с политическими событиями, и в каком-то смысле вызывают отторжение, да, то есть негатив, который происходит, вызывать негативную реакцию, и поэтому, да, это интересно, безусловно, но, мне кажется, аффилировано, да, какими-то группировками, не всем понятно, и очень часто вот это вот позитивное влияние, да, то, что происходит в Терми, оно нивелируется флером, да, то есть политическими, крупными политическими акциями, с которыми было связано современное искусство последний год, два. несмотря на то, что это под флагом современного какого-то искусства, тем не менее, зачастую, оно может этому противоречить, даже идти в разрез, в том смысле, играть не на руку, наоборот, галереи, ну, понятно, но при этом вам интересно то, что в Перми происходит, да? Ну, безусловно, интересно, хочется в том, часто считаю, что это очень позитивное движение, вообще очень много происходит, я даже по фестивалям не успеваю посещать все выставки, которые в Москве происходят, естественно, но, как бы, да, вот этот флёр, вот этот душок, в некотором смысле, да, он присутствует, и от этого очень сложно избавиться, и это играет не на руку, как бы, современному. Понятно, понятно, спасибо, Павел. Ну, ты согласен, да, вот сейчас же опять-таки, вот премия Кандинского у нас будет в конце месяца, ведь опять же, наверное, какие-то политические проекты будут выдвинуты на премию, и людей, может быть, в смысле, понимания современного искусства, это ещё больше, ну, не отвращает, но ставит вопросы. Кирилл, как вы считаете? Ну, это как всегда, с искусством бывает такая единая гребёнка, что вот есть у нас современное искусство, и оно всё такое, да, это естественный процесс, когда заметно только то, что скандально, потому что медиа устроена таким образом, и они вытаскивают всегда на поверхность то, что если мы говорим не о профессиональных разданиях, которые в результате оказываются за бортом, да, если честно, ну, условно, любую прессу, которая занимает, хоть как-то упоминает художественную практику, то, конечно, самые скандальные события оказываются там на первом месте. Вот, из этого вывод, естественно, что, о, современные художники такие-сякие, что совершенно не отменяет наличие кучи совершенно огромного количества людей, которые, во-первых, не включены в политическую дискуссию, либо, если они включены в политическую дискуссию, они могут стоять вообще на противоположных позициях, и не на левых, а на правых, и, между прочим, некоторые правые художники не так давно получали тоже инновацию, хотя тоже их правизна оказалась... Это... Гентов... Ну, например, да, и... Кандинского, он получил. Инновацию как раз у нас получила война, как мы знаем. Ну, да, это тоже когда раз на раз не приходится. Да, раз на раз не приходится. Саша Бородский тоже получил и то, и другое, и вроде... Да, но о нем говорят... В этой связи они упоминают гораздо реже, что обидно, ужасно. Что характерно, да? Да, и характерно. Но, с другой стороны, мне кажется, Павел, в принципе, он какую-то важную тенденцию подметил в том, что в последние года два, по мере того, как выдавливается политическая дискуссия, как вообще перестает существовать пространство публичной политики, да, выгнанная через дверь, политика вернулась через форточку в виде искусства той же группы война, тех же, тех же пусть и райот и так далее. То есть, у нас фактически искусство сейчас вынуждено быть политизировано. Вот сейчас даже последнее. Ну, а что делать скандал? Вот была эта духовная брань, выставка на винзаводе, там эти отряды ряженых казаков стоят, ОМОН каждый день приезжает, движуха какая-то есть. Вот, ну, а куда от этого деваться? Кстати, так и не посмотрела, она стоила того? Я тоже не посмотрела, честно говоря, мы номер сдавали. Да, ну, что я могу сказать? Во-первых, любопытно в этой связи, что никакой другой вид, так сказать, современного искусства в такой ситуации вот пока не оказался, да, что-то я про наш кинематограф там, да, или, ну, у писателей там тоже, конечно, какие-то страсти кипят, да, но вот такой вот именно прицел общественного внимания, вот он сфокусирован на современном искусстве. Это мне, конечно, как человеку, который современным искусством занимается, мне это очень интересно, вот, что вот такая вот действительно это самая, оказалось, живая реакция, да, среди всех наших. То есть она ближе, ближе всего, да, наверное. Что-то в театре происходило, там тоже какие-то были... Происходило. Ну да, театр ДОК, если брать там... Да, но в оперном театре как-то тихо. В оперном театре по-прежнему тихо. Хотя очень много новой оперы, кстати, сейчас пишут и ставят. Это неожиданный такой всплеск, который тоже отмечен среди некоторых моих знакомых, что очень много новой оперы, и это... И мы еще дождемся скандала в большом там и так далее. Не, ну был, да, с детьми Розентали, с Десятниковым, с Сорокином. Ну когда, когда, когда это было, да, да, да. Ну да, вы правы, вы заметили, потому что вспомнить, скажем, ту роль, которую опера играла в девятнадцатом веке, в революциях 1848 года, или Вердис с Ресорджимента, с освобождением Италии. Действительно, то есть искусство у нас получается на переднем краю, и может быть действительно не случайно по этому премию Кандинского получает война. Так, так, война не получала премию Кандинского. Ой, нет, она инновацию получала. Инновация, да. Причем инновация это премия, которая финансируется государством, да, не будем тоже забывать это. Вот, да, ну вот, наверное, все не случайно, конечно. Ну да, некая такая политизация искусства. 65, 10, 99 и 6. Готовы ли вы ходить на современное искусство? Готовы ли вы, может быть, даже покупать современное искусство? 65, 10, 99 и 6. Марина, это типично российская ситуация. Вот, скажем, на Западе средний класс уже включен, больше восприятие современного искусства, может быть, даже и приобретение современного искусства? Ну, конечно, тут я просто упомянула средний класс в связи с рынком, да, потому что вы задали мне этот вопрос, но, в принципе, если говорить там про, например, Америку, которая в чем-то там ситуация близка нашей, потому что так же, как у нас русский авангард полноценно вписался, да, в мировой художественный процесс, до этого, можно сказать, что все-таки это были такие провинциальные, так или иначе, да, проявления. Также, например, в Штатах это произошло фактически после войны, когда во время войны туда приехала вся, как бы, интеллектуальная элита европейская, да, и там такой мощный, такой взрыв просто произошел, энергии творческой, и, собственно, в 40-е, 50-е годы все это началось, и для них, как бы, их героическая история искусства это именно искусство 20-го века, то есть у них там, например, не стоит вопрос о том, хорошо это или плохо, это реально их гордость национальная, да, современные художники, вот, поэтому тут скорее это просто как бы в общественном сознании должно это, наконец, вызреть, да, и вот в связи с этим интересно то, о чем мы до этого говорили, готовы ли люди ходить, готовы ли смотреть, безусловно, они будут готовы, но тут, опять же, усилия нужны и образовательные, очень серьезные, и, опять же, на государственном уровне, потому что нас же не преподают, даже вот у меня, собственно, в МГУ, на отделении истории искусства, которое я заканчивала, там фактически актуальное искусство, актуальный термин уже, так сказать, не актуальный, но вот современное искусство вот наших дней, ведь фактически оно остается за бортом, оставалось, по крайней мере, а чем, а чем заканчивалось вот ваш курс истории искусства? как бы там до этого доходило, да, но фактически там, наверное, где-то профессиональный вуз, на минуточку. Да, это профессиональный вуз, да, это профессиональный вуз, я, честно говоря, сейчас пытаюсь судорожно вспомнить, наверное, где-то середина 20-го века, а после этого как-то все так более-менее завяло, это точно. Врать не буду, но в архитектурном, по-моему, истории искусства кончается где-то там в лучшем случае авангардом, авангардом, где-то вот, грубо говоря, никакого бойца в природе нет. Да, конечно, я уже, так сказать, не настолько юна, то есть с тех пор, что это произошло, вот, я знаю, что вот моя однокурсница там преподает, Дарья Пыркина, вот, как раз современное актуальное искусство, поэтому, но вот это, если это в профессиональных вузах, то что говорить о школах. Ну что ж. Таким временем, там, допустим, в Милане, я наблюдал на большой выставке Фишли и Вайса, третьеклассников, класс полный, загнали в среди белых дня, значит, вместо уроков посмотреть на Фишли и Вайса. Вот так вот смотрели. Конечно. Похотали, как подорваны. Ну это вопрос, да, это, наверное, действительно вопрос, снова и снова возвращаемся, вопрос просвещения, да, люди ниоткуда не возьмутся вот этот вкус к современному искусству, это вот чтобы был какой-то продвинутый педагог, который школьников повел бы, и объяснил, почему это интересно, как это отражает. Ну что ж, продолжим наш разговор о том, насколько актуально современное, актуальное искусство в Москве после перерыва. Добрый вечер. Да, код Москвы 495, вы не ошиблись. Это программа «Археология», телефон студийной прямого эфира 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, готовы ли вы ходить на современное искусство? Готовы ли вы понимать современное искусство? Или даже вдруг готовы ли вы покупать современное искусство? 65 10 99 6. У нас в гостях Мария Рогулева, главный редактор журнала «Арт-Хроника» и Кирилл Ас, архитектор и художник. Журнал «Арт-Хроника» у нас в гостях. Ну вот мы говорили в первой части о культурной навигации по Москве. Что вот в этом смысле изменяется? Сейчас какие-то новые совершенно пространства появляются? Я так понимаю, что какая-то новая была создана вот с Мариной Лошак, новая институция поддержки? Ну, Марина Лошак возглавила, насколько я знаю, ряд выставочных пространств, среди них «Манеж». Да, я сейчас только боюсь наврать название. Рабочая и колхозница, по-моему, «Манеж». Да, да, да. Да. Вот, но это, так сказать, культурная навигация, это, может быть, станет одним из объектов, безусловно, да. Вот, но непосредственно к культурной навигации это отношение не имеет. Гараж. Вот переехал в парк культуры. Да, гараж переехал. Да, да, да. Строит яростно все новые и новые постройки. Там уже одну открыл, вторую скоро закончат, третью на подходе. Оттуда они уже выехали из Бахмитевского гаража. Да, давно уже. Вот уж как, наверное. Ударник, проект «Ударник», Музей современного российского искусства в «Ударнике» откроется, что тоже в непосредственной близости. Вот смотрите, это все-все-все-все-все-все три места, они вместе у нас, получается, парк культуры, «Красный октябрь» переходит все это на этом острове, на болотном острове, переходит на «Ударник». То есть получается, что как бы вот эта вот зона прирастает. Прирастает. 65, 10, 99 и 6. Готовы ли вы ходить, смотреть и покупать современное искусство? Олег на линии. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за дискуссию, мне лично это очень интересно. Я готов ко всему вышеперечисленному. Ну, люблю я это дело, понимаете. Вот, единственное, что я бы хотел вот сказать. Вы знаете, и готов, и наверняка много найдется москвичей, да, которые готовы к этому. Я из Москвы. Проблема в том, что у других нет доступа к этому замечательному искусству. Вот. А вообще, для того, чтобы развивать вкус и дальше как-то был в России серьезный интерес в этом направлении развивался, ну, надо с детей начинать. Вот в школе, по-моему, пусто по этому поводу. Школьная программа, по-моему, полностью вычеркнула. И там, что говорить о современном искусстве? Есть, наверное, там уроки рисования, да. Я знаю, есть уроки музыки, там хотя бы рассказывают историю развития классической музыки там и так далее. А вот развития, по-моему, ничего нет. Ну, я уже молчу там. Ну, наверное, смотрят дети там письмо с фронта. Вот. Картина Репина не ждали. Опять двойка. Да, вот эти... Поэтому какое-то самообразование получается. Это тоже, конечно, неплохо. Но москвичи, скажем, в Питере, да, люди могут себе это позволить. Чуть-чуть уйдем в сторону, значит. Ну и что, собственно, хотя бы в школе, понимаете? Для того, чтобы... Если в школе давать эти темы, тогда человек, приезжающий, ребенок там, взрослый, подросток, приезжающий в Москву или в Питер, он целенаправленно пойдет куда-то, да? Да. Я вот не хвастаюсь, просто скажу. Я так оказался в Нью-Йорке. Ну, позволяет, да, вот так сказать, мое... Есть у меня такие возможности. Я пошел с ребенком в музей современного искусства. Понимаете? Мома, да? Да, но это я пошел со своим ребенком, потому что, во-первых, а, у меня есть возможность, во-вторых, я в этом смысле немножко, так сказать, подкован, как бы, да, и мой ребенок в дальнейшем тоже это сможет, как бы, культивировать в своих интересах, там, я не знаю, возможно, ну, скорее всего, будет так. А у других действительно нету, поэтому, скорее всего, нужно... Ну, вы обсуждаете очень хорошую тему, но я говорю, каким-то образом в школе продвинуть тоже какие-то... У нас куча идиотских учебников, так почему не сделать хоть один нормальный? Да, да, Олег, спасибо. Действительно, вы правы. Что говорить, если сейчас у нас вообще в школы и в детские сады возвращается изучение, там, на пищесочинение на тему разбора молитвы отче наш, как мы все это видим, какое там современное искусство. А с другой стороны, действительно, вспоминается, вот как в том же Момо, в залах таких не самых простых, да, не обязательно возле, там, Матисса или Мане, вот, скажем, возле Марка Ротко, там сидят такие детишки, маленькие, вкруг, сидят, они на полу садятся, американцы, и, значит, им тихонечко их учитель объясняет что-то про абстрактное искусство, про Джексона Поллока, еще про что-то. Причем, практически, я не знаю, в каждом третьем зале вот такая вот группа детей. То же самое в Париже, в музее Арсе видишь, вот эти все детишки, так сказать, 8-10 лет сидят на полу, слушают, внимают. Ну, у нас, слава богу, тоже есть детские программы в гараже, там, насколько я знаю, да? Есть, да, и не только в гараже, по-моему, и в ГЦСИ, по-моему, что-то такое есть. В ГЦСИ, конечно, и для детей, и для взрослых образовательной программы, так что welcome. Опять же, те самые родители, которые, вот, надо детей отправить там, да, чтобы они чему-то учились. Да, но тут нужно усилие, как бы, приложить, найти эти программы, безусловно. Ну, вот, как нам рассказывал Сергей Капков в интервью, сейчас вот только я пытаюсь найти, чтобы, опять же, не перепутать театр ДОК и практику, по-моему, это театр ДОК. У них совместная программа по изучению классики русской литературы в школах. Вот, и там, я так понимаю, идея донести классику языком современного театра, да, современного искусства. Очень интересная история. И вообще, я так понимаю, что пропаганда, да, в том числе вот этих вот мест, да, если мы говорим о навигации, да, вот этих вот центров современной культуры, современного искусства, она будет вестись, по крайней мере, в Москве, именно на уровне школ. Вот, ну, я надеюсь на то, что все это будет. Да. 65, 10, 99, 6. Позвоните нам и скажите, готовы ли вы ходить на современное искусство, понимать современное искусство или даже покупать современное искусство? 65, 10, 99, 6. Ну, вот вы упомянули Государственный центр современного искусства. Они ведь тоже переезжают, да? Сейчас какая-то мега-пупер-супер-концепция где-то на Бауманской, да, Кирилл? Да, да, там какая-то большая сейчас буча поднялась вокруг этой истории. Ну, буча вокруг и финансирования. Ну, там в основном, я так понимаю, что там даже не финансирование дело, потому что не очень понятно, что же там собираются, ГССР, что там собираются устроить. Что размещать в этом огромном. Я так понял, что у них нету какой-то внятной программы, собственно, развития, и что они туда засунут, и чем наполнят, и что будут там делать. То есть, о чем идет речь, да, это проект огромного здания. Да, 16-этажный комплекс где-то на Бауманской. На месте Басманного рынка, по-моему. Да, 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 он переехал с участка, который находился на зоологической, за старым зданием ГССР. Около зоопарка. Да, рядом с зоопарком. Теперь они, значит, получили то ли получили, но я просто не очень глубоко вникал в эту историю. Насколько я знаю, проект был одобрен. Да, там уже все согласовано, но при этом непонятно, что это такое. Да, а сейчас вот в связи с этим общественным, деятельностью общественного совета общественность наша художественная развернула дискуссию. Развернулась широкая дискуссия. Широкая дискуссия. Что это будет непонятно. Да, ну, собственно, дискутировали по поводу того, что проект недостаточно обсуждался, как они говорят. Недостаточно как-то открыто было это обсуждение, при этом финансирование гигантское абсолютно. Вот, и это не дает покоя художественной общественности. Ну, как обычно, я архитектурный критик про это узнал в последнюю очередь из газет. Ну, там, по-моему, довольно любопытно. Хазаново же, да, там проект какой-то... Там Миндлин, да. Там интересно, да, то, что один из архитекторов... Как из комканной бумаги какой-то такой. Да, один из архитекторов является директором ГЦСА. Да, да, да. Хотя он, в общем, не архитектор, настолько, я понимаю, по образованию. Хочет тоже там... Миндлин? Миндлин, да, он один из авторов проекта. И цифры там были озвучены гигантски. Сейчас опять, чтобы не соврать, там 5 миллиардов рублей, по-моему, там такая была... Ничего себе. Это из федерального бюджета? Ну, государственный центр. Честно говоря, я тут боюсь, как бы я свечку не держала. Я вот не хочу быть неточной в цифрах. Вот, но цифры большие очень. А что происходит, возвращаясь к нашей теме, изначально заявленной вот этой джентрификации, облагораживание бывших промышленных пространств с заводом ЗИЛ? Ведь тоже какая-то большая тема там начинается. Да, в ДК ЗИЛ будет такой центр тоже современной культуры, не только современного искусства. Там, я так понимаю, разные инициативы будут пооферяться. Вот, но это не промышленное здание, да, это здание... Это ДК, это ДК. Нет, там вся территория, какое-то проектирование на нее идет. Я видел, по-моему, Меганом делал какое-то предложение на эту тему. Да, Григориан делал. Там же наша высшая школа экономики, там, по идее, кампус хотел иметь. Да, да, но тоже не вникал особенно, потому что, ну, вы знаете, в Москве с проектами вообще так, их очень бывает много, но что из этого получается, мы не знаем. То есть потом что-то внеозрительно возникает, и уже не совсем понятно, что и по какому поводу оно возникло. Ну, а в целом, говоря о развитии Москвы, реально ли Москве стать городом культуры, скажем? Ну, вот у вас в последнем номере арт-хроники про Вену написано, как город культуры. Мы можем свое какое-то наследие конвертировать, или все-таки Москва не в этой номинации, и Москва не Петербург в этом отношении? Ну, у меня тут даже сомнений не возникает, что, безусловно, можем. У нас, ну, даже, я не знаю, вопрос, даже, честно говоря, представляется не совсем корректным. Конечно, можем. Ну, как вам сказать не совсем корректным? Я, конечно, понимаю, что в Москве есть огромное количество, да, как таких наслоений археологических, как полимпсест, которые век за веком мы писали вот эту вот культуру. Но она, прежде всего, административный центр. Вот, административная функция Москвы очень сильно мешает. Я не знаю, бизнес-центр, торговый центр. Вот, и, так сказать, в Москве с ее пробками, с ее инфраструктурой, с ее, не знаю, 15-ю, там, в перспективе 20-ю миллионами людей очень сложно стать такой вот культурной столицей. Например, сложно стать Шанхаю культурной столицей. Ну, Рим справляется как-то, ничего, нормально. Нет, у меня тут вопрос такой, скорее, мы хотим себя показывать как культурную столицу, да, и вот это у нас репрезентативный вопрос, да, вот это у нас, значит, большое, грановитая там палата, это у нас Кремль, это у нас то, сё, пятое-десятое, и мы репрезентируем это как наша русская культура вот в действии. Либо мы хотим, чтобы у нас люди занимались порождением культурных ценностей здесь и сейчас. И это совсем другая история. И в этом контексте тогда это делается не какими-то там сверхъестественными программами по реставрации, да, это делается и программами по не то, что джентрификации, даже не промзон, которые вообще зоны, да, джентрификации условно там особняков города Москвы, да, которых там осталось 200 штук там или 1000, да, переведение этого города в публичную сферу и использование жителями как место порождения культурных ценностей, да, а не вот это вот, а вот, пожалуйста, вам немного культурной ценности не желаете ли попользоваться, да? Да, 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 да. И вот это вот, что меня пугает и в новом проекте ГЦСИ, и вот в разговорах о том, что сейчас мы государственное финансирование откроем, и тут уж культура-то зацветёт, как пить дать зацветёт. Вот хочется, чтобы это финансирование открывалось не на производство репрезентативных жестов, да, а на образование художественное в том числе, но вот эти вещи, которые на то, чтобы люди могли спокойно там снять под галерею место не на заводе, там, который находится за третьим транспортным кольцом, да, а где-то в такой зоне, в которой, куда люди всё равно ходят и где они с ним столкнутся, да, и что там они столкнутся не с Феррари, продающимся за огромным стеклом, да, а с чём-то другим, что может быть стоит столько же, да, но оно их возбуждает не только своей скоростью, но и глубиной проникновения в их жизненную ситуацию. И в этом контексте я хочу ещё напомнить вот одна важная вещь, которая меня страшно беспокоит, что всё время мы говорим современное искусство, противопоставляя его какому-то другому, как будто бы существующему волшебному искусству. Это продолжается с учебника, в котором те же самые грачи прилетели. Ничего подобного. Современное искусство, оно работает для вас, дорогие слушатели. Это и есть то искусство, которое другие такие же слушатели делают про вашу и нашу жизнь. И другого, в общем, не предполагается. Его нужно читать так же, как все умеют пользоваться интернетом и волшебными девайсами, прочитав там два пункта меню, уже дальше... Ну да, но здесь всё равно какая-то система ориентации должна быть, вот скажем, не знаю, Андреяка — это современное искусство. Как говорил ровно на такой же вопрос у Раба Константиновича Теретеля, конечно, современное. Я же всё время сейчас живу. Извините. Ну да, да. Вот, Кирилл, мне кажется, здесь ключевое совершенно фразу сказали, что сделать из города некое пространство производства культуры, пространство производства смыслов. То есть действительно превращаться не в некий такой городок в табакерке, вот это вот хранилище каких-то, вот у нас... Ну как там вот сейчас хорошая программа, но вот картины там классические из Третьяковской галереи на Тверской висят, вот смотрите... Вот какие-то классические картины. А место, где... Ну вот как Лондон, понимаете? Где постоянно вот это вот идёт креативное бурление, и сама городская среда порождает какие-то новые смыслы. И вот что нужно сделать здесь? С чего начать? То, что вот все говорили, образование, школьное образование... Владимир Владимирович Ленин, учиться, учиться и учиться. Ну культура в массы, грубо говоря, да? Какие-то открытые... Да, абсолютно. Абсолютно. Образование, конечно, безусловно. И всё, что мы перечисляли до этого по поводу каких-то специальных льгот, и гранты для художников, потому что не всё, что делают художники, можно продать по определению, даже на суперготовом рынке. Да, тут масса вещей. Ну, это вопрос, который должны... Специально обученные люди, которые у нас, к счастью, есть, должны немножко про это подумать и благодаря этому, и в результате этот проект можно реализовать. Этот проект должен быть осознан как проект и реализован. Тогда будет результат. Если мы будем так вот там, то там шушукаться о том, что хорошо бы, то тогда будет так, как будет. Да, подписывать под каждым словом. Вообще, Кирилл молодец, всё правильно очень говорит. Художник. Да, художник. Да, вот это то, о чём мы говорили вначале, это осознанная политика в области искусства. Да, может быть, действительно, отбросим уже слово современное искусство, потому что искусство, оно и есть искусство. Да, нет никакого разрыва, нет никакого разрыва. Связь времён не прерывалась, на самом деле. Ну да, ну может быть, современное мы просто говорили, потому что оно больше связано, что ли, я не знаю, с публичным пространством, с осмыслением ситуации современной. Но, вы знаете, мне кажется, всё-таки я осторожный оптимизм выскажу, и даже не только в связи с прекрасной культуртрейгерской деятельностью господина Капкова, сколько вообще с пробуждением городского класса. То, что... Сейчас даже я не говорю там о Болотной, о Сахаровой, о каких-то массовых медицинских протестах, а о том, что какое-то, по-моему, в Москву пришло ощущение публичного пространства. То, что вот люди начинают выходить на улицы, на бульвары, в том числе, извиняюсь, на районе, на районах это происходит. Вот, кстати, тоже вопрос интересный. Москва, она как моноцентричная должна развиваться? Или вот эта вот культурная жизнь, культурная ситуация, она на районах тоже должна происходить? Извиняюсь, это, господи, на районах. Уже я тогда... На кирпичном, на поселке. Да, да. Вы знаете, это очень большой вопрос, который следует... Ну, во-первых, понятно, что этот центр не выдержит такого размера города, то есть этот центр должен как минимум разрастаться до каких-то пределов. А во-вторых, конечно, полицентричность требует... Ну, это большая проектная история и большая история про то, как... Это вообще отдельная передача, да, как разговаривать про газостроительство. И как, что там с этим городом делать так, чтобы там все происходило хорошо, потому что это очень сложно. Плановое хозяйство подкосило его, конечно. С ним трудно иметь дело. И последние вот эти обсуждения там большой Москвы и даже вне большой Москвы, как, что делать с Москвой, абсолютно этот разговор еще длинный-длинный. С ним придется долго разбираться. Ну, что ж, я думаю, мы к этому разговору еще сможем вернуться. А пока что вот на этой мысли, мне кажется, можно было бы остановиться и подытожить наш разговор, что действительно город как место производства культуры, место производства смыслов. И это далеко не только ограничивается современным искусством, далеко не только ограничивается промзонами. Это, собственно, вопрос всей городской среды, которая каким-то удивительным образом начинает у нас прорастать в последние месяцы. В том числе благодаря людям, которые здесь в нашей студии. Это Мария Рогулева, главный редактор журнала «Арт Хроника». Архитектор и художник Кирилл Ас. Журнал «Арт Хроника», который они здесь сегодня представляли. Ну, и, может быть, в небольшой степени наша программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. За пультом Анна Соколова, продюсер программы Дина Трубовская. Доброй ночи и удачи!